продвигаете бизнес с помощью видео расскажу о 8 ошибках в настройке видеорекламы в google ads чтобы не сливать бюджет первое не минусуют и не ставят в исключение очень часто на настройки видеорекламы в google ads не ставят в исключение детские каналы или некачественные а также минус слова при этом можно сэкономить около 30-40 процентов вашего бюджета не показываясь на некачественных площадках это сделать легко когда у вас есть список вы можете нажать настройки перейти в исключение место размещения или в минус слова и вставить в ваш нужный список и добавлять в настройки каждого рк в исключение также минусовать можно и темы детские например связанные с рисованием просмотром анимационных фильмов или различных игр но это стоит делать когда у нас очень обширный таргетинг обширная аудитория таким образом мы убираем те браузера и компьютеры где есть вероятность что будет youtube смотреть ребенок кроме этого нужно ставить минусовку и ваших подписчиков особенно когда их много или тех кто уже был на вашем сайте чтобы не показывать им рекламу вновь пусть сайта это будет отдельная аудитория которая будет работать как ретаргетинг чтобы получить полезные файлы по google ads видео рекламе это детские каналы это минус детские темы это минус слова то переходите по ссылке под видео оставляйте ваш mail вы получите эти файлы плюс видеоролик с конференции о видеомаркетинге за 45 минут второе не определяют цели первое что мы должны знать при начале настройки рекламы это что мы хотим подписчика переход на сайт или попадание в топ потому что для этого используются разные инструменты например нам нужен подписчик для этого лучше настраивать рекламу discovery потому что стоимость подписчика чаще там значительно меньше также просить и создавать ролики в которых будут призывы на подписку а также например трейлер канала короткий секунд на 40 60 который будет закрывать именно на подписку на канал объясняя что полезного зритель в нем узнает если мы хотим попадать в топ то лучше делать упор на инстрим рекламу на ней чаще всего удержание на видеороликах выше чем на discovery а удержание как самый главный фактор ранжирования роликов поисковой выдаче помогает роликам выходить в топ а если основная цель перехода на сайт то тогда нужно объяснять и не создавать большие контентные ролики тогда нам нужны маленькие рекламные с четким призывом к действию и теми выгодами которые человек получит если совершит действие перейдет на сайт и естественно продвижение больше через преролл инстрим рекламу а также использование продвижения по ключевым словам но только в поиске youtube третья ошибка не используют особые аудитории и аудитории по намерениям если мы перейдем в аудитории и во вкладку правее то у нас будет возможность создавать интересная аудитория причем а с ними обязательно нужно экспериментировать потому что мы можем добавлять в особую аудиторию определенные ресурсы например сайт мы можем делить и сделать несколько аудитории например первое вы добавляете сайт компании которая продвигается тогда youtube будет показывать видеоролики в этой рекламной компании а похожей аудитории на тех кто посещает именно ваш ресурс если вы добавите туда список из десяти конкурентов тогда будет показываться похожей аудитории на тех кто посещает ваших конкурентов потом стоит сделать список из тематических youtube каналов связанных с вашей темой которые скорее всего смотрят и посещает ваша потенциальная аудитория то же самое сделать для социальных сетей в фейсбуке и вконтакте и все эти несколько аудитории протестировать с точки зрения ваших целей например стоимости подписчика точно также создавать аудитории по намерениям добавляя туда ключевые слова которые скорее всего вводят ваши потенциальные клиенты и алгоритмы youtube гугла будут пробовать находить похожую аудиторию на тех кто смотрит данные ключевые запросы все это аудитории не факт что они очень круто сработают но обязательно их нужно тестировать потому что про них многие просто даже не знают и есть смысл создать одну аудиторию в комплексе где мы пропишем и ключевые слова и сайты и также обозначим интересы пользователей а также мы можем добавить приложения которыми могут пользоваться ваши потенциальные клиенты пятая ошибка не тестирует и не анализирует результаты мы вначале имеем возможности протестировать около десяти двадцати различных таргетингов аудиторий разных по ключевым словам по темам по интересам особые по намерениям по возрасту по географии по устройствам и все это также может влиять на цену нашего целевого действия мы должны замерять все эти результаты обязательно смотреть таблицу аналитики а для этого кто не знает мы можем нажать столбцы и выбрать те параметры которые мы хотим видеть в нашей таблице мы можем с каждой кампании объявления видеть сколько было подписчиков лайков комментариев репостов повторных просмотров переходов на сайт и сколько они стоили единственное нельзя будет посмотреть сколько стоит подписчик это придется посчитать и например сделать отдельную таблицу со стоимостью подписчиков и всего остального чтобы в целом видеть результаты делать выводы корректировать их и оставлять те рекламные компании которые работают лучше и дорабатывать их кстати если вы хотите узнать больше о возможностях аналитики о том как настраивать google ads рекламу а также другие полезные ролики связанные со стратегиями продвижения бизнеса с помощью видео то подписывайтесь на наш канал ошибка номер шесть не использует ретаргетинг на посетителей сайта и просмотр видеороликов настроите в аудиториях сразу как только создали google ads рекламу и соединили ее с вашим сайтом для этого нужно будет создать пиксель добавить код на ваш сайт то вы создаете аудиторию всех кто посещал ваш сайт а также например каких-то в определенных разделов или например у вас есть какая-то популярная статья на определенную тему и пусть начинают собираться те люди которые посещали данные страницы далее когда аудитория накопится вы сможете показывать например по одной из услуг если кто-то заинтересовался ролики которые связаны именно с эту услугу которая напоминает людям о том что он может заказать ее у вас или греют какими-то вашими кейсами или полезными роликами но нужно чтобы аудитория набралась поэтому нужно это делать заранее а также ставить в ретаргетинг тех кто смотрел ваши видеоролики любое видео на вашем канале этим образом мы можем выстраивать воронки мы можем показывать тем кто был у вас на сайте посмотрел ваше видео какое-то следующее действие а также помните что у нас есть специальная настройка в видеорекламе когда мы можем одному тому же пользователю показывать видео ролики последовательно например в три шага сначала полезный ролик для согревания потом какой-нибудь кейс отзыв решения и третьим уже закрывающий рекламный ролик который будет вести и закрывать его на услугу что может быть очень эффективно седьмое не задумываются над тем какая будет картинка видео заголовок и описание когда мы показываем формате discovery ролик то человек зритель сам определяет нажать ему или не нажать привлекает ли его картинка и текст который на нем напишет заголовок привлекает внимание дополняет ли какой-то информации почему ему стоит нажать и посмотреть или например начало описания это часто упускают но чем у нас выше ctr то есть конверсия из показов этого баннера на нажатие на него на этот ролик тем у нас будет меньше стоимость просмотра этого видеоролика через формат discovery таким образом мы можем экономить бюджет но для этого нам нужно задумываться и делать привлекательные яркие заголовки и превью дополняющий друг друга восьмое не учитывают что аудитория со временем может выгорать скажем мы настроили на определенную аудиторию через некоторое время часто реклама становится дороже это нужно помнить и поэтому какие-то менять настройки или пробовать другие виды таргетинга и еще есть один способ мы можем поставить минусацию тех кто уже смотрели какое-то либо видео на канале убирая эту стутысячную аудиторию которая нас уже касалась youtube начинает показывать ролики только холодной аудитории которая вас не видела то есть обновляется аудитория и обычно и часто цифры становятся снова хорошими и еще один бонус часто не работают с ценой ставки на видео а ее можно уменьшать скажем вы изначально увидели сколько у вас средняя цена в discovery или инстрим рекламе например 60 копеек или 2 рубля ну скажем discovery 2 рубля далее мы можем пробовать и лимит который мы сначала поставили там рублей 5 скажем мы начинаем уменьшать и ставим там рубль 80 и смотрим есть ли просмотры потом рубль 50 и смотрим есть ли просмотры мы когда уменьшаем ставку youtube начинает чаще всего показывать нас меньшему числу людей потому что выигрывают другие компании другие рекламодатели показываются они но при этом мы можем найти золотую середину когда нам и достаточно просмотров и трафика или нам не нужна большая скорость этих просмотров в сутки но при этом цена будет гораздо меньше но единственный может быть минус что если у нас очень будет сильно занижена ставка мы будем показываться некачественные аудитории менее качественной это может отразиться на цифрах поэтому здесь нужно немножечко потестировать поэкспериментировать и смотреть за аналитикой напоминаю что вы можете получить полезные файлы по настройке google ads видеорекламы по ссылке под видео это минус темы минус канала и минус слова а также вы получите видеоролик видеомаркетинг за 45 минут